День информатики в России День информатики Логично сегодня об этом говорить Об обучении преподавателей информатики Основом веб-программирования Напоминаю, что все программы Выкладываются на нашем сайте Если не успели послушать в прямом эфире Заходите туда и в любое удобное для вас время Прослушивайте их Как и было обещано час назад Второй час дневного разворота Мы посвятим разговоры о том, что происходит А происходит там очень много всего интересного В Театре Наспаска И с нами Юлия Беляк Специалист по связям с общественностью Театра Наспаска Юлия, добрый день С наступающим можно поздравить уже? Новым годом? Да Вы знаете, я думаю, не надо торопиться Не надо? Потому что буквально сегодня я ехала сюда на такси И мы беседовали с водителем Который был чрезвычайно общительным человеком Так вот он, например, так же, как и я, заметил Что как-то немного у нас еще атрибутики Которые напоминают о новом годе То есть это упущение, на его взгляд? Что еще не очень явно? Ну, мы не давали этому оценку Мы констатировали факт Ну, он просто, наверное, вез вас по другим улочкам Потому что по тем, где я ехожу, там уже город Просто, на мой взгляд, чрезвычайно рано как-то начинается Это вся предновогодняя канители Отделы, соответствующие в магазинах Атрибутика эта вся Не, мы ни в коем случае не унижаем тем самым старания Нашей городской администрации О чем мы вчера говорили с Александром Сидельником По новогоднему оформлению предприятий, магазинов и так далее К Новому году Но все-таки вот немножко рановато Может быть, но это мое такое оценочное суждение То есть ты не будешь поздравлять Юлю с Новым годом? Нет, я же спросил так с оговоркой Можно поздравлять? Вот Юля сказала, что не надо Не надо пока Не надо, рановато пока еще Хорошо, будем говорить о делах Я еще приду О делах нашего ТЮЗа Дел очень много На сайте Театра Наспасской Информация размещается И в настоящее время там можно прочитать о том Что 25 ноября в Театре Наспасской Стартовал конкурс Читаем Чехова Совершенно верно Конкурс продолжается до католического Рождества До 25 декабря Ну вам и карты в руки, Юля Расскажите Юля уже нам предложила с Николаем поучаствовать Но мы тогда еще не заглядывали Николай сказал Сначала объясните, во что вы нас пытаетесь Вот как раз таки для того, чтобы создать себе Какое-то такое благостное настроение С которым я сегодня пришла в студию Например Для того, чтобы освежить в памяти Классику в исполнении Собственном В прочтении Антона Павловича Чехова И для того, чтобы получить Очень симпатичный приз Я, собственно говоря, приглашаю вас И вас, Владимир И вас Вообще всех я приглашаю И слушателей, разумеется Естественно Принять участие в нашем конкурсе Читаем Чехова На самом деле все очень просто делается Вы читаете Чехова Хотите, можете выучить наизусть Хотите, можете прочитать с листа Можете прочитать с любого носителя Информации, которая у вас присутствует Вы можете сделать некую сценку Но уложите только в одну минуту времени Вы можете сделать некий такой очерк Мы, кстати, такой получили Чрезвычайно красивый семейный очерк На тему зимы Чехова Великолепный совершенно Вот Записать это на видео Записать видео нужно Вот Не более одной минуты хронометраж И отправить нам можно По почте Можно выложить у себя На странице ВКонтакте С хэштегом Читаем Чехова или Театра на Спасской Ну и ждать 25-го числа У нас приятные жюри У нас прекрасный приз, на мой взгляд Первому месту у нас будет присуждено Билеты в театр На премьеру Как раз-таки пьесы «Дуэль» Которая у нас выйдет 25-го января Обратите внимание У нас 25-25-25 Ну, Анатолий... Ой, Анатолий, простите Антон Павлович в январе тоже родился Вот Мы все вот это вот предусматривали И в качестве приза Вот у нас будут вот эти билеты И фотосессия От театрального фотохудожника Сергея Юферова Сказали первое место Будут еще места Будут еще места И будут еще призы И поэтому Не надо никогда отчаиваться Если вы любите театр То я думаю, что вам доставит просто удовольствие Этот конкурс Возрастные ограничения есть у конкурса? У нас номинально представлено 14+, хоть и нет такой официальной маркировки, но тем не менее, потому что мне кажется, что Чехова можно начинать считать вообще еще раньше Согласен, Чехова с детского сада У него здесь довольно-таки простые рассказики 14+, значит ли это, что в роликах младше людей быть не должно? Почему? Они могут быть, но они не становятся участниками Ну если какую-то семейную сценку сделать И там у нас младший член семьи Вот именно вот такой вот ролик мы получили Очень красиво Ну я думаю, это важное уточнение Если вы считаете, что там ваш ребенок Уж точно завоюет Вы учитываете, что 14+, все-таки Представь ребенок, это все-таки вносит очарование Скажем, в видеосюжет Безусловно, тем более у нас все-таки по-прежнему Завоюет это присты, а ребенок он победит Театр юного зрителя Я думаю, что да, это тоже, в общем, вполне допустимо Как в целом продвигается конкурс? Много ли заявок идет? Есть у нас уже претенденты, есть ролики Но вот самые красивые, я говорю, как-то у меня просто застрял в памяти Очень красивый, вот такой очерк и зарисовка получался То есть это спектакль уже? Не спектакль, это именно документальная зарисовка О зимнем городе, красиво То есть зимний город, а Чехов как вписан в этот зимний город? Текстом за кадром Текстом за кадром, да, за кадром и текст То есть идет как бы, ну интересно, кто-то придумал Так, еще раз подробно обо всем этом Можно прочитать на сайте Можно прочитать на сайте и в группе ВКонтакте В группе ВКонтакте Так, ну все ясно До 25 декабря время еще есть Пожалуйста, дерзайте Еще мероприятие 6 декабря А, да, вот сейчас переходим К мероприятию, которое будет Тоже связано с чтением Чехова У нас вообще, конечно, сейчас все посвящено тому, что, во-первых, интерес классики чрезвычайно велик сейчас в России И вот этот вот конкурс, который сейчас проходит всероссийский, уже не первый год живая классика Я не скрою, мне, в общем-то, навеяло сделать подобный конкурс у нас, но в более узком формате читаем Чехова Вот, у нас, я уже говорила, будет премьера 25 января спектакля дуэли И мы будем читать 6 декабря в 19 часов у нас в театре дуэль Читка эта будет необычная, непривычная, не в том формате, в котором люди привыкли То есть нет элементов костюмов У нас читают все желающие То есть вы, Володя, приходите, говорите Это уже приказ А там, погодите, Юля, там Читка будет чисто вот повесть или она будет такая по ролям? Типа вот Аллаевского читают Нет, она будет именно вот сплошным текстом Она будет сплошным текстом, фрагмент читаете вы, передаете книгу мне и так далее, и так далее, и так далее Желающие есть, желающих много на сегодняшний момент Кто-то спрашивает, нужно ли записываться заранее Ну, для понимания, сколько людей у нас будет, можете записаться в группе ВКонтакте Если вы просто придете совершенно демократии, пожалуйста, приходите, вход бесплатный А если хотите читать, читайте, не хотите читать, не читайте Хотите дослушать, дослушивайте, не хотите, не дослушивайте В общем, здесь все совершенно добровольно На самом деле, в этой читке примет участие режиссер спектакля Дуэль Егор Чернышев, который известен нашим зрителям по спектаклю Дуэль Ой, простите Каренин Да, совершенно верно И я думаю, что вам будет встреча с ним тоже чрезвычайно интересна То есть там будет не только читка, а можно будет пообщаться еще и с режиссером по поводу... Ну, это уже постфактум Постфактум, да? А так вот само мероприятие, это будет именно читка? Это будет читка Какое-то вступительное слово? Вступительное слово у нас читает декан филологического факультета ВИАДГУ Ксения Станиславовна Лицарева Ведущая программы «Дай почитать», «Дай почитать», «Дай почитать», «Дай по Москве» Да, ну, понятно, почему именно Ксении Станиславовне доверили, да, конечно, это дело Она, кстати, становится членом жюри конкурса «Читаем Чехова» То есть в том числе и через нее пройдут все эти заявки, все эти работы, которые отправят на жители нашего города Вход абсолютно свободный Да, совершенно свободный, да Возрастной цензу должны указать все-таки Ну, давайте скажем 14+, после 19, тем еще можно 14+, не, официального нет Официального нет, но организатор может установить 12, либо 16 Да, организатор может установить 16 есть, приводите с собой тех, кому 14 Это не воспрещается Это не воспрещается, да Ну, если кому-то уже есть 30, могут привезти тех, кому 12 Да? Да, нормально Так, Юлия Белек, специалист по связям с общественностью Театра Наспасской В нашей студии У нас небольшая пауза Через полминуты продолжим Продолжаем наше общение Читка Повести Это ведь повесть? Повесть Повесть, да Это повесть Спектакль по повести В Википедии написано, что это одна из самых Больших по размеру повести Антона Павловича Ну, а, собственно, 25 января будет премьера Совершенно верно За этого спектакля Егор Чернышев его ставит Почему именно этот материал выбран? Ну, я уже говорила о том, что, во-первых, интерес классики чрезвычайно высок А, во-вторых, ну, понимаете, в 1523 раз ставить Вишневой сад, согласитесь, это странно Ну, кому-то, может быть, и не странно Нет, безусловно, это такое совершенно бессмертное произведение И, в общем-то, не перевелись те, кто мечтает сыграть роли из этого спектакля Тем более, что всегда есть вариант прочитать его по-новому Естественно И внести какие-то нюансы Но Дуэль, она, в общем-то, к самому моему вообще большому удивлению считается Помимо того, что одним из самых объемных таких трудов Антона Павловича Чехова Она является таким малоизвестным почему-то Вот здесь, да, вот написано «Малоизвестный», я не понимаю, почему Малоизвестным в театральном смысле Потому что это прекрасная экранизация этого фильма, извините С Олегом Далем, с Владимиром Высоцким Фильм прошел просто первым экраном везде И до сих пор его отлично вспоминают То есть произведение популярное, я бы, наоборот, сказал Оно популярное, на сегодняшний момент оно уже как-то вот немножечко затерлось Собственно говоря, вы знаете, о чем тут особо говорить Если, например, недавно у нас вышла премьера спектакля «Обыкновенное чудо» по Евгению Шварцу И приходят мальчики и девочки 14-15 лет, которые смотрят «А-а-а! Неужели он сейчас умрет?» Или там «А-а-а! Неужели?» То есть им это произведение, которое нам с вами кажется Они впервые, в общем-то Они смотрят его впервые Просто, опять же, телевизионный пик уже прошел Они сейчас уже это не смотрят Также, думаю, они смотрели, как там «Хороший, плохой человек» Они тоже, скорее всего, его не видели Поэтому для них Там же тоже дуэль И там столько сюжетов в этой повести Там очень много линий разных Там сюжет, в общем-то, психологически очень интересный И мне кажется, что это будет хороший спектакль Тем более, что работают над спектаклем, я уже говорила Егор Чернышев и Николай Слободянек, художник этого спектакля Художник спектакля «Каренин» То есть такая уже сработанная творческая команда Да Так, хорошо Рассказали, почему именно этот материал выбран Работа уже идет Безусловно, конечно, идет работа Если поговорить о людях, которым даны роли Вы знаете, Владимир, вот здесь, наверное, не имеет смысла особо говорить о людях Потому что там занято очень много людей И назвать кого-то, не назвать кого-то, это будет... В самой-то повести не так много персонажей Нет, там персонажей довольно много Но главных персонажей... Ну, тех, которые непосредственно, о которых идет речь, их не так много Поэтому, я думаю, что просто будет лучше прийти и посмотреть Потому что работы в нашем спектакле всегда бывают интересными Господина Королевского любят все Ага, то есть Королевский все-таки там будет? Ах, я оговорилась! Это совсем другое дело Да вы знаете, мне кажется, что у нас Может быть, просто потому что я искренне влюблена в своих коллег Мне кажется, что, в общем-то, вне зависимости от того, кто играет главные роли Спектакли делают все вместе Действительно хорошая, красивая работа За основу взято произведение Антона Павловича? Да, совершенно верно Вот прям вот эта повесть, либо переработка? Ну, переработка, естественно, будет Но за основу взято именно Антона Павловича Это не прочтение каким-либо драматургам этой пьесы И время действия, и место действия Кавказа Это все сохраняется Все это хорошо Еще раз напоминаем, что это будет 25 января Уже в следующем 2019 году Премьера этого спектакля Давайте немножко назад вернемся Вспомним о том Снова вспомним, что у нас Новый год Ну, а Новый год для театра это тоже Знаковый такой период И театр на Спасской, видимо, не останется в стороне в очередной раз А мы никогда не остаемся в стороне Это же самый синекоз, как же они в стороне остаются? Ну, я смотрю, у вас последний предновогодний день В афишах смотрю на сайте Это 29 декабря Снежная королева будет даваться А потом все Потом отдых новогодний Потом у нас небольшой отдых А потом мы приглашаем всех На рождественские уже интермедии Это что такое? Новогодние Новогодние Вот, а в новогодние каникулы Со 2 по 8 числа у нас будут обязательно Интермедиа у Ёлочки С известными персонажами Ставит в этом году это действие у нас Александр Трясцен Артист и режиссер нашего театра Герои будут известны и малоизвестны Вообще, вот все эти интермедиа Кто-то говорит, что вот, приходишь Там Дед Мороз ненастоящий, Снегурочка ненастоящий Все они, как говорит один мой Хороший знакомый 10 лет Прикидываются Вот, да На самом деле нет Вы знаете, сколько раз я сама была на этих Интермедиях новогодних Ощущение праздника Это бывает действительно очень ярким Праздника детям? Детского праздника? Или всеобщего? Владимир, приходите к нам Вот я интересуюсь, как человек, не бывший, как отец Семейства Могу ли я со своими пятилетним и почти что двухлетним Ну, насчет двухлетнего, не знаю Можно пока, наверное, повременить чуть-чуть А вот с пятилетним вполне можно Можно, например, сходить посмотреть интермедию Ёлки А потом и спектакль Морозка, например Вот, я думаю, что ему уже будет абсолютно все понятно А что касается интермедии Ну, забудьте вы ненадолго Хотя бы на полчаса Сколько длится эта интермедия О том, что вы отец семейства Почувствуйте вы себя ребенком Пробудите его у себя внутри Я смотрю в афиши Новогоднюю тематику Вы когда уже? В начале декабря Начинаете, да, отрабатывать своими спектаклями Снежная королева, 6 декабря В 2 часа дня И не могу сказать, что это, знаете, мы отрабатываем Мы создаем настроение Мы настроение создаем себе Мы создаем это настроение нашим зрителям И потом, вы знаете, вот Деление пьес на жанры по временам года Ну, это тоже, в общем-то Почему, например, я не могу Посмотрите спектакль Снежная королева где-нибудь в Маре В летней зной Да, меня бы это освежило А вас? Нет, безусловно Так что у нас все хорошо с этим Да Я, кстати, так и не понял Почему Снежная королева ассоциируется с Новым годом Зимой понятно, да? Но сказать, что это новогодний спектакль Это к Владимиру вопросу Нет, это я уж так привязал Нет, кроме Снежной королевы В декабре в Театре Наспасской И Щелкунчик будет Ну, это да Да, это уже очень новогодний спектакль Тайно-волшебной страны И морозка будет И тайно-волшебной страны будет Вот тайно-волшебной страны Вообще самый, на мой взгляд, такой Новогодний спектакль Музыкальный спектакль Там елка такая красивая Возникает из ниоткуда на сцене Поэтому очень-очень новогодний спектакль Так, давайте уже переходить к теме Года театра Да, то есть еще немножко отмотаем назад Потому что год театра у нас официально стартует 13 декабря 13 декабря Официально правительство, по-моему, еще в апреле сообщило Этого года Что 2019 у нас будет посвящен именно театру И вот буквально в пятницу Да, в пятницу у нас была министра культуры наша Татьяна Сергеевна Мазур И даже сообщил он нам такое название Вот того, что произойдет 13-го человека Как-то мифы и легенды вятских театрах Древней Греции У нас, да, спектакль такой есть Вот, мы договорились с Татьяной Сергеевной Чуть позже встретимся И отдельно поговорить, да С точки зрения министерства нашего Как будет строиться этот год театра Итак, вас, Юля, тоже спрашиваем Что будет 13-го? Потому что Татьяна Сергеевна нам ничего не сказала Будет ли это какая-то солянка? Посмотрите в мои честные глаза Ничего не знаю Но это будет интересно на самом деле Знаете, не бывает неинтересно Когда собираются все театры В одном здании Это всегда интересно Вот, каждый пытается представить Что-то наиболее оригинальное Мы в данном случае, в общем, тоже готовимся И я думаю, что будет хорошо И там получается, как Каждый театр что-то свое готовит Свой номер А вот насчет общего Я вам не скажу, честно, не знаю А каждый свое, безусловно, готовит И все это пока Тайна-тайна Все это тайна-тайна Ну вот опять же, мифы и легенды возникают Да, вот те самые Сотрудники театра на Спасской Они ежедневно после закрытия Уже под кровом ночи собираются Заперет дверь на клюшку, так сказать Чтобы никто не знал Выдумываю Не дай бог не увидел А еще мы же, например, играем в театрального Санту Мы создаем себе настроение У нас там, например, между сотрудниками театра Разыгрываются такие номерочки Каждый номерочек кому-то присвоен И ты становишься его тайным Сантой Ты делаешь ему какие-то сюрпризы Которые он находит в разных местах Очень приятные Сюрпризы как со знаком плюс, так и со знаком минус? У нас со знаком минус еще не было, я не помню А вот со знаком плюс, да, были А вот потом я думаю, что может быть Мы еще и поиграем в театрального Санту Между театрами это тоже вполне возможно А может быть мы и не будем этого делать Еще пока не знаю Но вы знаете, вот сейчас мы живем И я думаю, что вы сами по предыдущему эфиру Своему убедились в непростое время И хочется каких-то чудес Хочется, хочется праздника Поэтому мы пытаемся себе создавать настроение И нашим зрителям тоже Так, ну все-таки новость Это уже данность Это будет год театра Российской Федерации Как в целом в театре воспринимают Это будет какой-то особенный год для театра С воодушевлением С воодушевлением Год надежд Осуществление надежд Осуществление чего-либо Осуществление надежд будет, если дадут деньги Ну все, ясно Препредельно, Юля сказала А вообще театр у нас работает вне зависимости от года его названия В общем-то в постоянном напряженном пределе И у нас следующий год обещает еще и детскую сказку И не одну Новую, абсолютно В репертуаре Абсолютно новую сказку В репертуаре И у нас будет ее делать Наталья Красильникова Режиссер спектакля Обыкновенное чудо Режиссер спектакля Тайна волшебной страны У спектакля есть рабочее название Иван сын богатырский Будет она по мотивам русских народных сказок Сказка будет музыкальная Это будет тоже интересно Так что, в общем Много у нас чего еще ожидается Работа начитала уже? Ну, пока она в таком еще зачаточном периоде Но, да, работа уже ведется И премьера Примерно будет весной Ближе к лету Я думаю, где-то весной Весной, да, вы уже Стартуете именно с этой постановкой Подошло время небольшой рекламы Она продлится около полутора минут Юлия Белек Специалист по связям с общественностью Театра Наспаска И в нашей программе Дневной разворот продолжим через Очень скоро Ну что, возвращаемся в нашу маленькую театральную студию Напомню, что у нас в гостях сегодня специалист По связям с общественностью Театра Наспаска Юлия Беляк Юлия, еще раз добрый день Добрый И у нас здесь совершенно такая Приятная, добрая Декабрьская беседа О театре не только, да? А атмосфера Вы знаете, вот Что самое главное в театре? Что или кто? Что? Что? А что? Ваши варианты? Что самое главное в театре? Доброта Ну, это, пожалуй, я с вами соглашусь А вообще, мне кажется, что Не самое главное, может быть, но очень большая часть Это импровизация Поэтому мы вот здесь импровизированы Сегодня решили А не поиграть ли нам во что-нибудь с нашими слушателями? Да, ну, у нас вариантов-то не так много Во что поиграть Мы задаем вопросы Они отвечают Звонят нам 211 из 101 Вот если так Единственное, вот Вопрос-то мы с импровизировали уже, а Юля? Да, если формат такой устроен А я хотела это вам предложить Нет, у меня вопрос есть Отлично все Пожаемые слушатели Вот так неожиданно, спонтанно Мы прямо сейчас Такой кусочек культ походу у нас будет Пятничного Услышите вопрос сейчас 211-101 Это номер нашего телефона Сейчас Юля задаст вопрос Вы подумаете Дадите обоснованный, подробный ответ И получите А так, а приз мы с импровизировали уже? Да, у нас будут пригласительные билеты на спектакль Которые мы пока не назовем Сюрприз Сюрприз В общем, мы вашу фамилию зафиксируем Имя И когда, собственно, вот уже будет конкретная постановка Конкретная дата Время Мы, скажем Вот вы пойдете туда Так что очень неплохой, по-моему Очень перспективный сейчас будет розыгрыш Пожалуйста, Юля И очень театральный Да У нас будет розыгрыш тоже касаться Непосредственно театра Театра на Спасской И все мы обычно ждем премьер Очень сильно ждем премьер Потому что никто не знает Что это будет Долго ли это будет жить на сцене театра А спектакли, о которых я сейчас скажу Тоже когда-то были премьерами Но они остались на сцене нашего театра Надолго И надеюсь, что еще очень долго будут жить И рад наших зрителей Назовите, пожалуйста, спектакль Который дольше всего живет на сцене театра на Спасской Не сходит со сцены Да А может какие-нибудь варианты предложим Предложу Волшебное колечко Оленький цветочек Или золушка Такое ощущение, что они вообще всегда были Золушка, волшебное колечко Либо Оленький цветочек Оленький цветочек 211-101 Мы ждем ваших ответов Правильно Ответите, пойдете в театр на Спасской На какую именно постановку Станет чуть позже Ну, я думаю, что право выбора там, да? Даже предоставим Ну, уж прям совсем Прямо право выбора не будет Ну, хотя бы Ваши пожелания Два хотя бы Два хотя бы Ну, что, театралы с опытом И без опыта Звоните А здесь мой опыт даже помешает Потому что у меня вот Как театрала, так сказать С опытом Как раз вот недавно Мы тут вспоминали С Мишей Коковихиным Наше, так сказать Театральное прошлое У нас оказалось Очень богатым, да? Мне такое ощущение Михаил Коковихин Известный кировский Литератор, поэт А они, может быть Ставились в разное время На разных площадках И никто этого не отрицает Да, и потом Как бы Что такое важно Что человек, когда взрослеет Эти спектакли немножко уходят У него из До появления детей Опять-таки Потом с ними идет второй круг Да, совершенно верно Вот поэтому, мне кажется Детские спектакли Они всегда очень подолгу живут Потому что дети растут очень быстро Вот И одно поколение посмотрело Приходит другое Спектакль не успевает устареть Это, мне кажется Очень здорово То есть он всегда премьерный Для кого-то Да А вот как раз Я хотел поинтересоваться Это, видимо, уже ответ На мои вопросы есть Когда постановка Играется очень долго Из раза в раз На протяжении многих лет Просто у каждого в работе Ну, бывает Ну, наскучило Да, свое занятие Выгорание идет Выгорание, да Ты выходишь одно и то же На обновлении публики Оно как раз и Поддерживает Поддерживает Да, и заставляет И состав обновляется Каждый раз Коатр уже здесь и сейчас Поэтому ты вот Видишь другую публику Ты уже играешь Другой спектакль Слушай, у нас появился Кто-то очень знающий в эфире Кто-то из культпохода, наверное В наших постоянных слушателей Сейчас знаю, да Алло, добрый день Вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте Как зовут? Я Лия угадаю Подождите, как вас зовут? Меня зовут Лия Лия, да Ну, вот мой внук Уже взрослый дяденька Но мы с ним ходили на спектакль Аленький цветочек И, соответственно, вы делаете Вывод, что, возможно, он Возможно Является спектаклем-долгожителем Да В репертуаре Тюза Лия, вы знаете Все спектакли, которые я назвала Они все долгожители Они все действительно Подолгу существуют На подмостках театра На Спасской Но это не этот спектакль Я не угадала Да, самые ранние спектакли Из тех, которые здесь перечислены Да, он появился Чуть-чуть раньше Последующих Ну, хорошо Спасибо Благодарим за участие Пытаюсь еще удачу И, соответственно, у нас У нас остается Два варианта Уже можно просто позвонить Ну, давайте напомним Золушка и Волшебное колечко Волшебное колечко 211 101 Я бы, кстати, как Илья Наверное, назвал Баленький цветочек И тоже бы не получил Главного приза Ну, вы знаете Вы не получили бы Главного приза Но вы бы получили Возможность узнать Немножко больше О театре Который вам нравится Сейчас мы как раз Это и сделаем Немножко больше Ждем Ждем ваших звонков К теме года театра Все-таки Хочу еще вернуться Там Про деньги Юля сказала Ну, тут на эту тему Наверное, надо подробно С руководителем С директором театра Говорить Но все-таки Вот в чем сейчас Крайне нуждается Театр Наспаска Именно Финансирование Каких работ Я не могу Назвать конкретно Работы Да, это все-таки Нужно решать С директором Я в большей части Отвечаю Немножко за другое Я отмечаю За атмосферу Которую я стараюсь Сегодня поселить Просто нет Просто когда мы С Татьяной Сергеевной Разговаривали Она вспоминала Да, и приобретение Очень хорошего Оборудования Сценического Для театра Наспаска Вот какие-то такие вещи Которые Без которых Давай немножко Прервемся А, есть звонок Еще звоночек есть Добрый день Вы в эфире Добрый день Алло Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Валерий Валерий Какой же Спектакль В театре Наспаска Самый долго живущий Из которых Я думаю Волшебное колечко Волшебное колечко Смотрим на Юлю Колечко Колечко Кольцо И ответ Признается Неверным Ну что делать Увы Валерий И о чудо Следующий звонок Следующий звонок У нас по определению Оказывается призовым Призовым Да И когда позвонит Следующий человек Мы с тобой Володь узнаем Как в той же спектакль На самом деле Самый Чисто техническая Сейчас вещь Просто дозвониться 211-101 Мы не упоминаем Больше спектакль То есть человек Должен Об этом название Да Совершенно верно Так Возвращаемся К году театра Хоть и понимаем Что Не очень компетентно Говорить об этом Но все-таки Что новое нужно Театру на Спаске Если уж Такой прямой вопрос Задавать Вы знаете А мне кажется Там Просто Татьяна Сергеевна Когда к нам придет Мы ее озвучим Ну да Ну нет Все-таки я пожалуй Возьму самоотвод Потому что Это вопросы Которые совершенно Не в моей компетенции С Владимиром Ивановичем В общем Да С Владимиром Ивановичем А я вам его Приглашу Хорошо До Нового года Надо обязательно встретиться Сейчас всегда есть повод Позвать директора театра Потому что год театра наступает И как раз Вопросы хозяйственные Решает директор театра А вот Поговори еще Да Я Алло Добрый день Вы в эфире Здравствуйте 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 Как вас Это спектакль Золушка Он самый Как говорится Долго играющий А вас как зовут Хотелось бы знать Екатерина Екатерина Смотрела А в каком году В каком Ну наверное Года Ну лет пять назад Вот спектакль Золушка Был поставлен В 2006 году Ровно 12 лет назад Да На сегодняшний момент Это самые Долго живущие спектакли На нашей сцене А до этого У нас был спектакль Теремок Который тоже прожил Очень долгую жизнь Но я думаю Что Ее очень многие видели Не могу сказать Что она его пережила По-моему нет Насколько Мы говорили о тех спектаклях Которые сейчас Репертуарные А из тех Которые на сегодняшний момент Да Существуют Да Это самые долгоживущие На нашем сцене спектакли Так что я вас поздравляю Да С третьей попытки Мы наконец-то узнали Да И мы главное это узнали Название С вами обязательно созвонятся И расскажут вам О том Где и когда Вы сможете забрать свой приз Не кладите Клодите Клодите Редактор просто Запишет ваши координаты С вами связаться Еще вопрос зададим Нет Вопросов у нас больше не будет Мне вообще знаете бы Хотелось все-таки напомнить Две минуты у нас есть О том Что у нас В ближайшем Обозримом будущем происходит Закрепим так сказать В ближайшем Да Обозримом будущем У нас во-первых 6 декабря читка В 19 часов Фод свободный Произведение Антона Павловича Чехова Дуэль А с 25 Подождите Не торопитесь Это все называется Лекция на лестницах Да Но на самом деле Там не на лестницах Все будет происходить В малом зале Мы все питаем эту мысль Разместить Да Экспериментальный Разместить всех на лестнице Вот на этой шикарной Нашей мраморной лестнице Но вы знаете Народ бывает столько Что они туда просто не вмещаются И начнется это все в 7 вечера В 7 вечера И обозрастное ограничение Мы с тобой Ну давайте сделаем 16 плюс 16 плюс 16 плюс Да И с 25 ноября С 25 ноября По 25 декабря У нас проходит конкурс Читаем Чехова Где нужно прочитать Фрагмент Продолжительностью Не более одной минуты Творческий ваш подход Приветствуется То есть совершенно Любой фрагмент Пьесы Который вам нравится Который кажется вам Наиболее созвучным Вашему настроению Или нашему времени Записать это на видео Отправить нам Либо на почту Театра Театр Киров Собака Яндекс.ру Обязательно видео 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 Не аудио Именно видео И не фотографии Либо можете разместить У себя Вконтакте На странице С хэштегом Читаем Чехов Или Театр Наспаской Сразу просто У меня по ходу Идеи рождаются Внешность Антона Павловича Она же очень запоминающаяся Ну да Бородка Вот это Что там Пинсне Пинсне Да Я знаю Что очень многие Любят как-то Преображаться в Антона Павловича Есть уже такие работы Нет Нет Такой еще нет Но я думаю Что вы зря Сейчас это озвучили Вы у себя Отняты Такой идеи Ну На него даже Если пинсне Он будет мало похож Широковато Широковато Да Антона Павловича Да Лицо Ну что Участвуйте Да и возрастное ограничение Давайте еще раз напомним Все таки Мы взяли 16 плюс Но от старших школьников Мы принимаем эти работы От 14 И то есть Если опять же Вот как мы уже говорили На видеосюжете Появится ребенок Младше 14 лет Это не возбраняется Нет Абсолютно Театрального фотохудожника Сергея Юферова Хотите на улице Хотите в здании театра Хотите в историческом костюме В общем Как вам захочется Он выполнит Вашу Сергей Уважаемый наш фотограф Он прям будет предоставлен вам И все что хотите Он воплотит любые ваши задумки Ну Стоит того Любая фантазия За ваш клип Про Чехова Спасибо На этом завершаем программу Дневной разворот Юлия Белек Специалист по связям С общественностью театра Нас Паской Ждем еще в декабре Да Обязательно придем С Владимиром Ивановичем С Владимиром Ивановичем С Владимиром Ивановичем Да И без директора В школу больше не приходить Все Николай Гуликов Владимир Сметанин Я не прощаюсь До встречи в программе Особое мнение Через 20 минут Все Все До свидания До свидания Продолжение следует...